Что? Сок андедов поставил? Или графику не поменяли? Скорее всего, да. Не-не-не, я не видел ни разу. Хуман, все нормально. Фух. Свичнулся обратно. Быстро ты переобулся. Хорошо. Сок императора катнул на дне хвады. Ну, это... Не поверю, пока не увижу. Даже смотреть не буду. Все, не верю просто. Кого не было... Как думаешь, на Т2 будет? На карте маленькие, тут вряд ли до 3 доживут. Номер 1. Правда, почему я сказал, что на номер 2? Номер 1, сходим. Чимико в подсеркновенной левом Соке, в upper right. Чимико немного молодой, только 25 лет. Он имеет хороший будущий, перед ним, если вы спросите. Он только играет за 3 лет. Всего 3 года, чем Мико играет, говорят, ему 25 лет. Ставлю на Хумана. Да, это беспроигрышная ставка, естественно. Крипа выиграть, к сожалению, не могут. Да нет, за 3 года такой уровень, конечно. Это сложно. Танки будут выползать? Да нет, нет. Вряд ли. Тут, скорее всего... Скорее всего, опять какой-нибудь Т2. Престы-брякеры, архмак МК. В перспективе, да, может быть Т3, если там экспанд, экспанд, затяжная. Но чаще всего играют именно в брекеров. А ничьи бывали? Бывали. Но крайне редко. Почти зеркально, смотрите, футмейном встречается. Люцифрон тоже за короткий срок набрал очень приличный уровень игры в свое время. Причем он из... Ну, это талант, скорее всего. Это талант, потому что... Надо как-то компенсировать недостаток опыта. Либо очень все хорошо помнить. Либо быть... Ну, я не знаю, как... Короче, Люцифрон, вы помните, из-за орков реально очень хорошо выбрался в топ. Именно в корейский топ. Будучи при этом не корейцем. И он весьма неплохо во втором строкафте себя показал. Да, ведь? Он же там что-то затаскивал в затерянных играх. Беннивор сейчас играет. Ну, если бы играл, мы бы сейчас смотрели. Сторокраф 2 его брат ворток стащил. Дай сеточку. Он должен был это сделать. Старкрафт держался, пока терраны имбой были. Ох уж эти заявления о балансе. Ну, то есть, если по договорняк, то по нижней сетке проще, чем Мико. Так, если на результат, то сок послабее выглядит по результатам предыдущих игр. Не понял. Не понял, к сожалению. Не знаю, как лучше. Но про договорняк я бы не стал говорить вообще. А, Беннивор говорит на другом турнире. У меня ПГЛ, чемпион подъезда. Хорош, Боннищ. Красавчик просто. Я краем глаза посмотрел на эту игру, в которую ты предлагал. Но недолго. Но, судя по всему, интересно. И смотрите, играть. А что у нас с артефактом? Нет, отвлекся, прошу прощения. Сапоги купили, выбили там амулет, там кольцо. Скралов за бист, третий. А как так получилось? Где, где, чем занимался сок, что у него два с половиной, а там тресни большим уже? Здорово, братцы. Привет, стихо. Я пропустил тут какие-то майнгеймсы, гипотетические. Сейчас как раз Back to Warcraft обсуждает, что он серклетку мог купить для того, чтобы показать, что он, типа, закрепил зеленую точку. Сложно. 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 Майкер гладит котиков, или Гриша Грач ушел в разведку. Гришка Грач. Хороший разведчик был. Ну и выжил, в конце концов, если брать вторую попытку. Так, ну, еще один футмен. Хотя он мог отдаться на... Зачем? Зачем ты здесь продолжаешь сражаться? Питлорд? Когти, серклетка, ё-моё, на мужика. Питлорда берем, сплэшем. Одинец. Так. Это заявка на победу. Да, выбил армор, это очень хорошо и для Питлорда, и для всего остального. Мне очень нравится, конечно, когда... Когда начинается какая-то наркомания, креатив. Любое отклонение от стандарта. Класс. Интересно сразу становится. Два когтя еще. Срочно нужны артефакты. А как он брейкеров будет шатать? Они же маленькие такие плотненькие, щиток к щиту стоят. Иии, плюс шесть что? Оооо, Шимида! Охренеть. Плюс двадцать урона. Почти удвоил он свой урон. Двадцать восемь, тридцать восемь, плюс двадцатка. Ё-моё. Таааак. Вполне вероятно, он серклетку Питлорда на будущее просто кузел. МК, кстати, не особо против Питлорда. Там иллюзий, ну, тут хорошего не могло попасть. Хотя нет, Lighting Shield, Питлорд с Lighting Shield дом с Плэшем врывается в рабов. Вот эта картина тоже. Класс. Но это только начало, то есть это не факт, что сработает. Хауль, ну это понятно. А, Крипджек. Питлорда видим, Маутен Кинг кидает приста. Жалко приста. Может еще забрать тролля. Гад. Не, нельзя сейчас сражаться, нужно Питлорда видимо качать. Да, не ясно, откуда у него, зачем ему такое количество денег на руках. Он, как будто он не дозаказывается просто. Не, не потому, что там копит на Т3, у него есть и на Т3, но дозаказ. Это, ну, добей своего, ну. Угу. Не потому атакует, надо по жирному, естественно, атаковать. Сейчас пара-тройка ударов, сплэш не работает. Плащик выпадает. Четвертый Архмаг Харасит. Там еще нычка у Чемика уже работает. Но здесь, правда, тоже выстраивается экспант у Сока. Я очень хорошо хочу лайтгейм увидеть. Было бы очень хорошо посмотреть на прокачанных героев и посмотреть на серию сражений, а не на... Да, ну вы поняли, в общем. Так. Наделывает базу. Я хотел бы на базу посмотреть, ну, что там, как... Как там по теку-то? Кристалл Болл опять. Третий Питлор, тем не менее. А диспейлил еще. Архмаг хреново справляется с Харасом, так вот, прямо скажем. Потому что элементарий диспейлилится сразу, да, он наносит какой-то урон. Просветка была куда-то не на экспо, причем. Так, здесь Т2 у нас. Криппинг, криппинг, персональный телепорт. Большой инвул у Питлорда. Он его купил, что ли? Он его купил. Он его приобрел. А, и перчатки купил силы. Серьезно? Все, пошел Питлорд ломать. Пошел сплэш. Вы посмотрите, какой сплэш сумасшедший. Ооо, все разбежали сразу от него. Там реально два удара и очень бодрит. Вы посмотрите, что он творит. Так срезает. Ну, это новая мета, друзья. Все. Встречайте, на просторах батлнета, Нетиза, завтра, во всех, во всех мирорах страны. Там плюс 23 урона у него. 23. Там пара ударов, и всем сразу все стало понятно. Дошло до комментатора, что он купил очейнгул. Ой, Архмаг, Архмаг, ну куда ты ставишь? Ну, ёппер СТ. Циклон. Ну, вот худшее, что мог сейчас сделать. Просто убегай, ты здесь не нужен. Ты здесь не нужен, тут нормальные люди есть, чтобы посражаться. Все. Все, Прист там лечит. Хауль не диспеллит почему-то, не знаю почему. Ну, Питлорд. Ну, сейчас пытается... Ну... Аааа, улетает на телепорте. На самом деле, ему особо... Ааа, минус еще брейкер. Ему не обязательно было сейчас складываться полностью вот эту атаку. Тем более, у него делается Т3. Да он просто сильно впереди, вы посмотрите, у него... Хотя... Хотя, подождите, там... Там разница по лимиту была еще хорошая. Он побивал рабочих на экспанде, заказал играть на Т3. Я не знаю, ради чего он это делает. Да, я подумал, что если бы Арба действовала со сплэшем, она не работает со сплэшем, она работает только на одного юнита, к сожалению. Это была бы дикая имба, представляете? Еще эффективность Пристов снижается по лечению. Ты срезаешь нескольких брейкеров по ХП и такие Присты... Там, не знаю, сколько получается... 17 вместо 25 лечения. Класс. Да, ему главное сейчас подхорашивать и время выигрывать. Все, увидел, телепорт, назад. Но на самом... Да ладно, будет сейчас... В такую кучу можно было сейчас посплэшить. Ааа, жалко, контроля никакого нет. А, он не должен здесь сражаться. Ооо, какой сплэш, вы бы смотри. Присты разбегаются, а такие все равно достает. Лол. Оооооо. Какой урон. Он за удар по 4-5 юнитам срезает больше сотки. Просто как будто... И сюда начинает. Налево, направо. И все разбегаются от него. Красиво. Ну, телепортируемся домой. Телепортируемся домой. А у тебя нет телепорт! Нет, есть телепорт. Нормальный. In wool. Так. Но битлорд продолжает гнать всех. Гнать. Там свиты, кажется, зачитали, да? Да. Сейчас молоточек будет впита, и надо телепорт прожимать одновременно. А, нет там. Нет, нет, нет. Там не было маны на... Но решился телепортироваться. Хотя странно, контроля никакого. Зачем телепортироваться? Не знаю. Inner fire. Арбу взял все-таки. Все-таки взял арбу. Арба без сплэша. Арба непонятно зачем. Если честно. Слот последний свободный. Ему бы какой-нибудь инвульчик, опять же, простой купить. Став, да надо сразу, наверное, его закидывать. Хотя опасно, потому что уже идут на экспант. Да. Лимит 70 на 66. Ну, то есть сопоставимо, в принципе. Но прелести Т3 пока еще... Да, Blizzard хорош. Inner fire тут особо не нужен, на самом деле. То есть при равном количестве брейкеров это бестолковое заклинание. А вот рыцарь, это хорошо. Молоток в пит лорда. Но зато видишь, у тебя есть арба. Окружает питах. Да ладно. Став. Да, но время-то потеряно. Сейчас придется как-то терпеть без питах. Близзардом заливают рабочих. Ё-моё, как же больно. О-о-о-о. Да, давайте починим магическую вышку, я считаю. Пятый лейвел архмаг. И главный палыч еще не возьмет, что пит лорда вылечит. Это не наши. Ждем пит лорда. Да, скорее всего он мастеров делает ради маны и скорости регена. Но самое главное, конечно, это кони мои кони. Ой, да ладно. Ну, Став, на КД же. Нет, на КД был. Жалко. Пит лорд снова возвращается. Он полный. Молотка нет. Я не знаю, каким макаром его контрить вообще. И понеслась. Раз. Два. Три. Ох, четыре. Престы умирают под... Да ладно. Все красное, но... Ну вот, инвульчик бы ему вместо этой арбы несчастный. 60 на 65. Ну, вроде отбивается сок. Пустой просто. А МК это ключевое. Надо в маркетплейс, короче, зайти, посмотреть, что там продают еще хорошего. А что еще может помочь? Можно, ну, нужно, чтобы у нас... Можно брейсеры собрать, соответственно, из силы и венца благородства, чтобы слот освободить и получить там статовчик побольше, еще троечку ко всем. А так, конечно, закуп странный весьма. Так, чекает Т3. Ой-ой-ой. Алхимик как раз может подлечить. Или все-таки лечение. Не знаю. БКБ надо. И скорее какой-нибудь баттерфля ему нужен уже. И для миссов, и учитывая количество хитов, его хорошо зайдет. И скорость отличная. Я все-таки бабочку надо брать. Скорость атаки медленная. Да, да. БКБ было бы ошибкой. Ну, то есть неплохо, но нет. О, грейд на коне. Смотрите, они сейчас начинают бонусный урон наносить по брякерам. Видите, мечи светятся. Успеет. Он, кстати, может быстрее убить экспанд. Даже, несмотря на Близзард, может быстрее убить экспанд. И стелепортироваться, попытаться свой защитить. Ну, а что, лимита даже высоко больше. Телепортируйся. Да, телепортируется. В смысле? А как? Конечно, Кен дефендит. Ай, Архмак, ну ёпресетэ, ну как ты? Став, передай, став, передай. Внедрить. Понятно. Какой сплэш? Вы смотрите, что творит Питлорд. Да не надо сейчас преследовать. Просто восстановить АЭМа. И всё. Куда сейчас вот лезть в атаку? Куда лезть сейчас без основного героя, без ауры? Нычка работает. Вот куда он лезет? Слишком уверен в собственных силах. Сейчас ещё под магазином бы посражаться. Он же ещё без ТП, понимаете? Мог не отступить. Да, хорошо, что отошёл сок. А сок креативненький-то уже. Удивляет. Который раз. Орхмага опять ловит. Да нет, не обязан. Он телепортирует. Сейчас передаст став, отправит Орхмага. Ладно, Питлорд гоняет всю армию. Какой же он страшный. Что с ним делать? А, он ещё коготь себе купил, четвёртый. Посмотрите, он зашёл в маркетплейс и решил себе четвёртые когти купить. Потом ещё пойдёт третий сплэш. Там процентов 10 вроде ему за каждый уровень по сплэшу добавляется. Да, минус рабочий, но придётся здесь сражаться. Да, есть телепорт, но массовый телепорт пошёл. Ой-тох, какие-то удары, блин. Жалко, только один зашёл удар. На самом деле, шестой рахмак — это проблема Сейчас надо очень аккуратно закупать телепорт обязательно Сразу после того, как так Могут разводить, могут разводить абсолютно спокойно У Сока хватает тем не менее времени, чтобы почесать подбородок Он купил телепорт В это время Чаймика забирает ради артефакта явно Потому что если бы он хотел опыта, он бы отвел двух героев, которые отъедают у Паладина уровень Но время бы потерял Палыч, тем не менее, получил... Аура хорошая Получил второй уровень, но Ауру не выкинул Да, и пошел этот баг. Паладин тоже ультует постоянно с этим артефактом И Кипер тоже в ченнелинге постоянно Нормально они пофиксили боевые барабаны Они сделали, типа, как у... Приравняли к Кадоевской арбе Ну, естественно, видимо, там какая-то... Может быть, из-за того, что Кадоев стучит постоянно Или что она как-то работает по-особому Или анимация там работает у этого юнита При передаче, видимо, есть преемственность этого артефакта... Ну, короче, теперь герои тоже, как могут, тоже ченнелят Молоток хороший Да какой Нин Рейндж? Он же... Да, может быть, не доставал реально Ну, они друг друга достойны Такие качели, дикие Сейчас выкупают пита Теряют при этом базу Ё-моё А там же шестой уровень Сейчас мы идем, например, на мейн сразу же Не, не на мейн Один лимит на 62 Единственный минус, что Питлорд пока еще такой не очень бодренький Вообще, паладин... Какой хороший молоточек Что? Став! Ну, или не хочет? Да Там КД был Да ладно, ГГ, судя по всему Что? Нет, еще не ГГ Там Питлорд умудрился, пока бегали за Алхимиком и за Архмагом Там часть армии уже красная Подрезает сплэшем Класс! Ну, тут Элементаль видит новую базу Пара новых трупов Массовый ТП, естественно Да, пошла развлекуха Надо сначала экспант слева отменить, а потом уже возвращаться Да, согласен Алтарь сейчас ключевое Ключевое Не будет отбивать, естественно, чьи миг эту базу свою Став пошел Что? Серьезно? Нормально у тебя все? Так, кто поддержал ваш канал А, он под инволом Спасибо большое Спасибо за все эти годы ламповых стримов Первый донат в жизни Тому как не тебе За императора Спасибо большое за поддержку Не, вообще тут очень большая Очень странное решение было А почему ты не про... Прожми бутылек Может умереть? Нет, далеко МК Господи... Ой, там мог быть такой удар по четырем пристам просто Ох А теперь скажите, пожалуйста, уважаемые эксперты Нафига вообще было телепортировать пита туда? Ну вот что ты защищаешь? Он все равно бы не успел Касл так быстро разрушить Тебе что, за рабочих вписываться? Они уже там поумирали, а остальные убежали Зачем было телепортировать сюда пита? Прожимать инвол, тратить бутылку, рисковать петлордом? Ради чего? Очень странно Так он за счет телепорта пита как раз и раздал уроны Так он практически не атаковал петлордом Он убегал к магазину под инволом Потом убегал от магазина вправо, точнее став, а потом убегал вправо Он только под конец немножко помахал лапкой и все Так, ну если будет шестое, шестое достаточно близко То разводов уже таких не получится Да-да-да Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Что ж ты делаешь-то, ну Выпускает рабов Это плохо Да у него телепорта нет просто Он Один, один, одного надо убить Да-да-да, вышку добьет и Да там еще вот парочка рабов Нет, получит, естественно, сейчас сок телепорт Да ладно Архмага Архмаг был слишком далеко, чтобы получить опыт Но сейчас добивает последнего И ой, ну вышку добей Отведи на всякий случай героев, ты чего рискуешь? Вух, нет, нормально, получил Спасать срочным И все в кучу, в кучу И под сплэши, под Близзард Битлорд нарезает Архмаг пытается уйти У него есть став, но сейчас второй молоток туда влетит Став К бараку Ну-ка, что есть, к тому и телепортируем Да, вот что творит мотивация с людьми вообще Приблизительно одинаковую... Да, телепорт, телепорт пошел Да Не, надо бейстрейд идти Надо телепортироваться сейчас Чаймика наверх, обязательно Да-да-да Только так В лоб он не выигрывает Бейстрейд можно сделать Особенно с третьим Близзардом Ё-моё А что по деньгам? У Чаймика есть 300 на руках У Сока нет ничего У Сокко нет ни рабов У-у-у-у Уже непредсказуемо Все, что нужно сделать Чаймика, это убить вот эти здания И все Когда два топовых игрока с приблизительно равным скиллом встречаются И вот выходит, ну, игра выходит за пределы стандарта И мотивация максимальная Вот получаются такие дикие, непредсказуемые по результату игры Телепорт снова на брейкера Так, вообще лучше, хотя не знаю Открывается сок Знает, какие здания Он тут вычищается, просто тоже довольно быстро Да, почти-почти откатился А там маны нет, маны нет Ой, зачем ты элем это вызвал? Ну, это глупо, конечно Он сейчас теряет время, ему 100 маны нужно телепорт Ради, блин, третьего элема, учитывая, что там 50 чистого лимита с колоссальным дамагом Телепортируйся уже, чего? Серьезно, не будем? Не будем? Будем, конечно будем Куда, ближе, 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 там рейджа не хватит Падает тем временем барак Магазин наверху очень битый Так может вообще по строениям Там осталось-то всего ничего Два строения осталось Ламбермил и ферма Массовый телепорт пошел и... Лечит Ну, вообще, вообще Чаймика выигрывает. Аркадий, Аркадий. О, это ошибка. Ге-ге. Да. Ошибка. Да, не понял сок вообще, что происходит. Да. Да, вот сейчас что ты телепортировался, ты куда-то телепортировался, за голову держится. Вот ждите теперь, когда откатятся 20 секунд. Ге-ге. Где рабочий, где лес, пишем ге-ге, выходим. Блин, ну ёппересы ты. Вот в таких ситуациях как раз опыта и не хватает, понимаете? Хладнокровие, опыты, нестандартная ситуация. Сразу мы вызываем по рефлексу элементария ненужного, мы делаем какие-то телепорты, которые стоят нам игры. Сокол, привет. Жуть. Ну игра очень классная. Так что значит look good on paper? Пит-Лорд нормально, к Пит-Лорду вообще какие претензии? Какие претензии к Пит-Лорду, извините? Он там гонял эту армию как мог. Именно поэтому всё сошлось и свелось к бейстрейду, что Чаймика вообще не хотел сражаться с этим Пит-Лордом. Единственный раз, когда Пит-Лорд накосячил, это не он вообще был. Это когда его не стелепортировали с Таффом, но это вопрос к Аркмагу, который был там чёрт знает где. Что? И они вот, блин, делают вывод из серии, вот Пит-Лорд не очень. Серьёзно, блин. Там пацан вытаскивал за всех просто, за всех. Гонял, устрашал. Это да. Там ещё Аркмага отдал. Именно поэтому, кстати, он не по таймингу шестого уровня получил, что у Чаймика тот появился раньше. А наличие массового телепорта, вы помните, стоило соку Экспанда. Плюс пара разводов вообще была до этого. Короче, к Пит-Лорду никаких вообще претензий. У меня нет. А если бы у здания стояла ничья бы была? Нет. Высокая ситуация была всё равно хуже, потому что лимита меньше. Лимита у него было меньше. То есть он на лоб не мог сражаться. То есть он не мог рядом со своими фермами стоять и защищаться. Да, у них басерасы, мы как-то были блесты, мы видим их довольно много. Басерасы, normally, в Варкрафт, очень редко. Normally, there's a big fight towards the late game, towards the end game, и если один человек wins, fairly convincingly, then that's it. GG. Также, Собико, реализовая, что нет дисблей, и блесты будет очень хорошо. Нет дисблей, и без мастер-лапорт тоже очень большой проблем. МК, он хорошая героиня. Вы слышите, Тод? Нет, Урин, сегодня вся группа доиграет. Они доиграют, потом еще победитель со 120-м будет играть. Так что сегодня прям... Какие игроки, конечно, завтра. Прям... Самые разнообразные. И, конечно же, Император. Многие люди говорят, что 1-2-0 vs. Happy Dream Final. Удет Миро, hell yeah, все бенши, анти-магик-шел, это будет круто! Прямо... 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 Угу. 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 Угу, ну... Угу. 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 Ооо, старик. Привет. Да. Привет, Бейс, привет. Спасибо. Да, это древнючий товарищ тоже. Век я смутно вспоминаю. Ну да, жалко, конечно, что... Что, несмотря на мои личные предпочтения, я в свое время был больше фанатом второй кваки, чем первого Старкрафта. То есть у нас традиционно в компьютерном клубе, в компьютерном классе тогда еще мы в школе играли, было две игры. Ну, именно сетевые имеется в виду. Понятно, был Duke Nukem там до этого немножечко. Но, по сути, мы засели именно за второй квакуум. Ну, как раз времена полосатого, демочки, распрыжечки, отсутствие нормальных графических карт. 320 на 240, стрельба из рельсы по пикселям, Q2DM1. В общем, все через это проходили, кто тогда жил и играл. И Старкрафт. И Старкрафт. Вот. И в какой-то момент у меня в квакуум получалось лучше. Я понимаю, что сложно в это поверить. Но мне в квакуум было даже интереснее иногда играть, чем в страты. Но Старкрафт, естественно, естественно. И там первые, вторые герои, там первый King's Bounty, естественно. Тоже проходили, перепроходили, играли, сражались, не нападали, строили керреров, контрили их скаутами или инвизными в райтами. Все как надо делали, короче. Там вроде возобновляют про-серию по кваке. По квакуум, насколько я понимаю. По крайней мере, вчера или позавчера новости читал. Кваку очень интересно смотреть. Но почему-то, блин, видимо, тем, кто в свое время вкусил кваки. Потому что, по сравнению с другими играми, современными, количество зрителей на трансляции, конечно, не очень высокое. Как же CS 1.0? Конечно. Когда появился, играли, естественно. Да мы в Deathmatch и Half-Life играли тоже. Все это было. Все это было. Ностальгия. Старые мы. Бэйс тоже старые. Итак, давайте к игре. Пока что стандарт на Архмаге на Архмагов. Попробует Кобальда. Попытался добить мелкого Кобальда. Не-не-не. Ну какой Хигарет? Ну, ребят, ну... Вот, это сейчас добил. Элема добил. Сверху ополченцы крепятся хорошо. Элементаль блочит своего футмена. Ну, ё-моё, ну сок, ну... Доконтролил. Зависит от комментариев. Стримером мне CS не нравился, но с упоением смотрел Кроу в свое время. Да, Кроу не похож был на стандартного комментатора. Да. Так, Т2. Ну, тут так он любит этот... Этот Blacksmith строить и по таймингу интересному, и в местах странных. Ну, понятно, что он помогает, типа, с просветкой, которая в большинстве, ну, в этом учапе особо не нужна, если только там не выпадет какой-нибудь плащик и... Кроу стал миллиардером за то. Что значит за то, как бы... Он без сожаления вспоминает о киберспортивных временах своих. Ай-яй-яй, опасно, опасно, опасно. А лягуха помешала, такая непосредственная. Проскакала. Третий Чимико сейчас и третий Сок получит. Да ладно, не получилось. Не получилось. Не получилось. А, это подождите. Сори, сори, это же... Это же Чимико, третий уровень. А у Сока как раз нет. Ё-моё, а почему он так агрессивно играет? По микроконтролю чё-то... У Сока рифлей. Я не понимаю. Ну а там же нет экспанды, какая дарка. Короче, проблема в том, что Сок так и не получил третий уровень. Да, он идёт к таверне. Но он даёт ещё один артефакт. Короче, поплыл, кажется, наш брейк-дансер. Нет, нет, нет. Да. Логики очень мало. Угу. А потому что, видимо... Нет, повторение даже игры с Питом имело бы больше шансов. Потому что... Неужели он так же подумал, типа, ну Пит не зашёл, сыграю по другой стратегии с другим героем. Но он не просто отказался от Пит Лорда. Он сильно позади по криппингу из-за своего агрессивного такого начала. Непонятные рифлы появились в его армии. Которые... Они просто проигрывают брейкерам. То есть брейкеры в этом плане, они более универсальны. Во-первых, они с кастерами хорошо работают. Ну, с вражескими. Рифлы по ним плохо бьют. Они хорошо бьют по рифлам. Да, рейндж меньше, но как бы плевать. Какие рифлы? В рифлов играли в начале ТФТ, когда ещё не раскусили брейкеров и две арканки. Вот тогда и играли в рифлов. Да, он просто хочет выиграть немножко времени. Да. Ооо, Маутен Кинг. Молоточек, ну, закинь в Вархмага! Ну, молоточек закинь в Вархмага! Да. Там можно было АЭМа остановить вообще под вышкой. Да, телепортирует сейчас TH. Отменил только одну магическую вышку. Ммм. Ну, за счёт скелетов до появления диспола можно как каким-то макаром выиграть. Ну, позиция хреновая, он теряет уже двух рифлов, теряет третьего на молотке. Ну, я бы вышел просто. Ну, всё, у него остаётся просто скелеты и отсутствие каких-либо перспектив. Ненужный Блэксмит, потерянные рифлы и... Да, поплыл. Поплыл просто. Да, можно даже не пожалеть маточек. Всё. Видимо, первая игра его сильно подкосила. ДМК тоже пополезнее будет в перспективе. Понимаете, сейчас второй-третий получит уже. Конечно, крепится сложнее, потому что скелеты добавляют ДПС и танкуют хорошо. Но... Танкование тебе особо здесь не нужно, учитывая то, что есть архмаг всё равно. Большой бутылок маны выпадает МК. Тоже неплохой... В смысле? Ну там же диспл. Какой number of skeletons? Ну... Диспл сейчас доделывается и всё будет ок. Я уверен, что после третьего уже заказан сейчас диспл у престов. И всё. То есть век скелетов, он такой, он недолгий, к сожалению. Клэп хороший. Я там в очередной раз никнейм и перепутал, там тяша вспомнил. Кажись. Есть диспл лучше всего престов. Я не совсем понимаю, почему сейчас Чимико жмётся. А-а-а, дропчик. Да не, нормально по лимиту всё. То есть тут реально можно сражаться. Пошёл фокус. Футмен и Дефенс. Рифлы пытаются проскочить к престам. Так. Дальше. А к чему убивать рифлов? Непонятно. Подставляет, блин, опять престов? Я не знаю. Опять подставляет престов? Да. 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 Эти левел 2 скелетоны очень лучше, чем один. Что-то Чимико начинает недоконтраливать дико. Подставляет престов. Подставляет милицию. Это просто подарок. Под... Зачем? Зачем тебе? Зачем? 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 Мега нестандартная игра. Ну, короче, Чимико нужно собраться вообще. По крайней мере, по... Вот это сражение. Хоть, вроде как, он и давит, но... Но не было смысла отдавать ополченцев. Они в один в два залпа уходят. Урона особо не наносят. Только время немножко выигрывает. Но вместо них появляются старые скелеты. Какой... Какой в них был смысл? Опять престов подставляет. Ну ты контроль, престов! Ну куда ты вперёд-то идёшь? Серьёзно! И минус два преста на ровном месте. Почему мне не обязательно вперёд-то подходить? Ну нафига? С дисплейтом сзади какие проблемы? Да. Свиток купил сейчас Чимико. 46-42. И всё равно давит. Ну потому что футменам с дефенсом некому убивать просто. Рифлы очень медленно их убивают. Алиментали тоже. Почти пятое М. Переманивать будет скелетов. Окей. Что? Там... За иллюзию боялся комментатор, кажется. Да, Mountain King очень хорошо затарен. Смотрите, все артефакты опять переходят к нему. Как от старшего брата от Архмага передаёт. Серьёзно? Пытаемся, пытаемся отвлечь. Слово нет. Придётся возвращаться. Второй играет на атаку доделывается. Вышка, чтобы сдержаться... О, как классно сплитит. Смотрите, Mountain King крепится внизу. Ну, хотя это может быть вообще косяк. Это неграмотно может быть. Потому что той армии, которая сейчас на мейне, может не хватить, чтобы отбиться банально. А, там вышек. Не одна, а три. Да, вполне хватит. А то, представляете, приходит Архмаг, четыре приста, там одна вышка и тут семь юнитов. Ну, то есть пять юнитов и два героя. Да может быть даже исправится. Ну, хотя время повыигрывает. Рейнджерка четвёртая. Ещё скелеты, ещё скелеты, ещё скелеты. Диспеллит не сразу, но диспеллит. МК медленно, но верно подходит поближе. Через таверну почему-то идёт. Нет, МК, кажется, идёт крепиться даже. Что очень странно. Реально тут Архмаг у Чимика сдерживает... Сдерживает... Нет, всё-таки возвращается. Да, скорее всего возвращается. Как отсюда уходить, непонятно. То есть лучше, наверное... Подставляет даже ещё рифла, дропает обратно. Нет, отсюда надо валить, естественно. Нет, всё всё отдает. Просто не хочется Дирижаблем подходить так, чтобы стреляла вышка ещё. Да, лучше сначала отойти, а потом... Так... Но всё равно близкая игра. Вертолётика вылетает. Хараса больше с Дирижаблем не будет. Он мог забрать артефакт? Ну! Он мог забрать артефакт? Ну! Сейчас минус пара рифлов еще. Сайленс нужен. Ну где Сайленс? И начинается сражение, которое крайне невыгодно. Ой, клап сейчас будет. Ай, Сайленс. Диспол мимо. Мимо! Нет, это не игра уровня Императора. Да, это минус сок. А там еще светок есть. Минус рейнджерка. Стадия уже не та, чтобы сражаться нормально против четвертой Эмки. Еще клэп! Как же дед тащит. Рейнджерка так не может уже. Еще. Еще один клэп. Ай, не добьет рифла. 44 на 37 умерла рейнджерка. Ну как бы еще не конец, но вообще конец. Почесал левую щеку себе Чаймика. Уверенно. НК близок к пятому уровню. Маны нет, светок надо взять. Ретрейнинг. Ааа. А кого там... Сколько там было? А, там же рифлы. Ё-моё, точно. Ху-ху! Сейчас так Близзард зайдет с клэпом. Один клэп, один Близзард. И все. О-о-о. Сплит, 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 сплит. Пошел, пошел, пошел. Все разбегаются в разные стороны, чтобы минимизировать. Но МК-то лезет. Клэп. 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 Он не стал клэпать. Это была обманочка. Сплит прекрасный, конечно. О-о-о. Ох, вот он Клэп. Вот он еще один Близзард. Ну, правда, Близз заходит только на одного. МК ждет, куда бы еще ворваться. Престы, естественно, вытанковывают рифлов, отступают. Оп, молоток и Близзард сейчас. На Клэп хватает маны? Кажется, нет. Есть. Клэп. Минус прист. Ну, минус брейкер, минус рифлы, это понятно. Но тут уже гоняет, просто гоняет. Дирижабль появился. О, спасает рифлов. Ай-ай-ай. Кстати, МК-то довольно битый. Ну, там мана отрегенится до следующего молотка, я думаю. Но хотя есть дирижабль, можно развести на молоток. Но спасай рифла. Как же контролят они. Ой-ой-ой-ой-ой, больно как. Ай-яй-яй, какая боль. МК-пятый, добрый вечер. Зажатый в лесу, один прист, рифлы спасают дирижаблем. Рейнджика выходит, справа подрезали. Блин, какой же... Сейчас вот прям под конец стараются максимальный. Контроль великолепный. Куда ни глянь, везде движуха и везде все правильно. Да. Сок каким-то макаром вообще держится за... И у него он даже... Ой, инвиз омки. Ау! Сейчас такой будет врыв. Чимика любит инвизного МК. Ой, как он сейчас может ворваться. А-а-а-а-а, я уже чувствую боль. Я слышу крики рифлов и пристов. О-о-о-о. И он идет. Вообще можно минус Архмага сделать. Сразу минус АМ. Сразу минус АМ. Ну, минус АМ. Молоток, клэп, до свидания. Опа! Да, минус... Минус Архмаг. Красиво, красиво Чимика играет. Заливает. Ох. Рифлы сплитятся хорошо. Не идеально, но хорошо. Но без Архмага здесь не выстоять. Близзард. Нет! Клэп! Гэгэ! А-а-а-а! Не сильно расстроился Сок. Они из одной команды, поэтому. Два матча и такие разные, странные. Остался последний матч Чимика против 120-го. И именно он определит, кто же выйдет в плей-офф. Вторым. То есть Теич уже молодец, он уже в плей-оффе. А вот кто из этих двоих? Сможет ли Чимика взять реванш? Потому что они сыграли в полуфинале... Три карты.